Беседа 36. Матфея 11.1 И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Пославши учеников, Господь сам уклонился от них, чтобы дать им место и время делать, что велел. Если бы сам Он находился с ними и исцелял, то никто не захотел бы идти к ученикам. И Анжел, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих и сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» А Лука говорит, что ученики сами возвестили Иоанну о чудесах Христовых, и тогда уже Он послал их. Впрочем, это никакого не заключает в себе затруднения, а стоит только замечание. В этом обнаруживается зависть учеников Иоанновых к Иисусу. Но что говорится далее, должно быть тщательно исследовано. Что же именно? «Ты ли тот, который должен прийти?» «Тот, который знал Иисуса еще до чудес, извещен был о нем от Духа, слышал от Отца, проповедовал о нем перед всеми, посылал теперь узнать от самого, он ли это или нет. Но если сам не знаешь, точно ли это Он, то как же считаешь себя достойным вероятия, сказав свое мнение о неизвестном? «Свидетельствующий о других наперед сам должен быть достоин вероятия. Не ты ли говорил, я не достойно развязать ремень в обуви его? Не ты ли говорил, я не видел его, но пославши меня крестить водою, тот сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящий и пребывающий на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Разве ты не видел Духа в виде голубя? Разве не слыхал глаза? Разве не ты удерживал его, говоря, мне необходимо креститься от тебя? Разве не ты говорил ученикам, что ему подавают расте мне умоляться? Разве не ты учил весь народ, что он будет крестить их Духом Святым и огнем, и что он есть агнец Божий, берущий на себя грех мира? Не проповедовал ли ты всего этого о нем прежде знамений и чудес? Как же теперь, когда он всем стал известен и слух о нем прошел всюду, и мертвые воскресли, и бесы изгнаны, и столько произведено знамений, тогда уже посылаешь ты спрашивать у него, что это значило? Уже ли все слова Иоанна были какой-нибудь обман, подлог, басня? И какой разумный человек сказал бы это? Не говорю уже об Иоанне, который взыграл в очреве матерни, проповедовал Христа прежде своего рождения, был гражданином пустыни, показал образец ангельской жизни. Напротив, если бы он был даже одним из людей обыкновенных и самых ничтожных, то не мог бы сомневаться после многочисленных свидетельств, данных как им самим, так и другими. Отсюда видно, что Иоанн посылал не по сомнению и спрашивал не по неведению. Никто также не может сказать и того, чтобы он, хотя верно знал Иисуса, будучи в темнице, стал бы изливее. Он не ожидал в себе освобождения из темницы, а если бы и ожидал, то не изменил бы благочестию, твердо решившись принять всякую смерть. В самом деле, будучи к тому готовым, не показал бы он такого мужества перед целым народом, привыкшим проливать кровь пророков. Не осмелился бы обличить такого жестокого тирана с таким дерзновением среди города и торжища, если услышал, не делая ему сильные выговоры, как малому ребенку. Если же он стал бы изливее, то как не посыдился учеников своих, перед которыми столько раз свидетельствовал о Христе, но через них стал спрашивать, когда он лежал через других, и хотя верно знал, что ученики его завидовали Иисусу, и желали найти какой-либо случай, как не постыдился народа иудейского, перед которым столько раз проповедовал о Христе, да и как могло это служить ему к освобождению от уз. Не за Христа он ввержен был в темницу, не за то, что проповедовал его силу, но за то, что обличал бы из беззаконный брак. Не навлекал ли он этим на себя нарекания, что он подобен бессмысленному ребенку или совершеннолетнему безумцу, Итак, что же значит такой поступок? И сказано, видно, что сомневаться об Иисусе было не свойственно не только Иоанну, но и всякому, даже человеку совершенно несмысленному и безумному. Нужно, однако, наконец, дать решение. Итак, для него Иоанн посылал спрашивать. Для чего? Для того, что ученики Иоанна, как всякий приметит, может, не расположены были к Иисусу, и всегда ему завидовали, что я стоит и сказанного ими своему учителю. Вот тот, который был с тобой, говорят они, на той стороне Иордана, о котором ты свидетельствовал, и он крестит, и все идут к нему. И еще был спор у Иудеев с Иоанновыми учениками об очищении. А в другом случае Иоанновы ученики, пришедшие к самому Иисусу, говорили, почему мы и фарисейские ученики, много постимся, а ученики твои не постятся. 396. Они еще не знали, кто был Христос. Но, почитая Иисуса простым человеком, а Иоанна более нежели человеком, с засадой смотрели на то, что слава Иисусу возрастала, а Иоанн, как сам о себе говорил, приближался уже к концу. Все это препятствовало им прийти к Иисусу, так как зависть преграждала доступ. Пока Иоанн находился с ними, он часто их вразумлял и учил, однако не убедил. Когда же приближался уже к смерти, еще больше о том заботился. Он опасался, чтобы не оставить им повода к превратному толкованию, и чтобы они не были навсегда отлученными от Христа. Он с самого начала старался всех своих учеников обратить ко Христу, но так как не убедил в том, перед смертью оказывает уже больше усердия. Если бы поэтому он стал говорить, «Пойдите к нему, он лучше меня», то этим не убедил бы людей, которые были привязаны к нему самому. Напротив, они подумали бы, что говорить так из скромности и прилепились бы к нему еще более. А если бы стал молчать, опять ничего бы не вышло. Что же он делает? Выжидает случая от самих услышать, что Иисус творит чудеса. И тот сам не дает им советов. И не всех посылает, но только двоих, о которых, может быть, знал, что они способнее прочих уверовать, чтобы вопрос не был подозрительный, чтобы они из самых дел увидели разность между ним и Иисусом. И потому, говорит, подойдите и скажите, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Христос же, проникая в мысль Иоаннову, «Не сказал, точно, я, потому что хотя и следовал так сказать, но это было бы опять неприятно для слушателей». Напротив, предоставляет самим заключить из дел. Евангелист говорит, что в то время, когда они пришли к Иисусу, Он исцелил многих. И какая тут была бы сообразность, когда спрашивает, ты ли тот, ничего не сказать на это, а тотчас начать исцелять больных, если бы Христос не хотел этим внушить того, о чем я сказал. Свидетельство делами почиталось более убедительным и несомненным, чем свидетельство словами. Поэтому, как Бог, зная намерение, с каким Иоанн послал учеников, Христос в тот же час исцелил слепых, хромых и других многих, не с тем, чтобы уверить Иоанну, на что было уверять уверенного, но чтобы уверить сомневающихся учеников, исцеливши, говорит, «В ответ пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне, показав тем, что знает и тайны помышления их. Если бы Он сказал точно, Я Христос, то, как заметил я, это могло быть для них неприятно и могло навести мысль, хотя бы они и не высказали ее, подобно иудеям, ты сам о себе свидетельствуешь». Вот потому сам Он и не говорит этого, а предоставляет им заключать обо всем из чудес, делая через то учение свое неподозрительным и очевиднейшим. А вместе и их обличил тайным образом, так как они соблазнялись о нем, то обнаружившие их болезни, предоставив все дело одной их совести, и никого не сделав свидетелем этого обличения, кроме их самих, которые одни понимали это, тем больше привлек их к себе, говоря, «И блажен, кто не соблазнится о мне». Говоря это он разумел, собственно, их. Но не ограничимся только высказанными нами мыслями. Чтобы сделать для вас истину более ясную, путем сопоставления с другими мнениями, нам нужно сказать и об этих последних. Что же говорят иные? Утверждает, что не та причина, какая нами указана, а та, что Иоанн действительно не знал. Ни все было ему неизвестно. Что Иисус Христос это он знал. А что хочет и умереть за людей, того не знал. Поэтому сказал, «Ты ли тот, который должен прийти?» То есть ты ли тот, которому должно сойти в ад? Но такое мнение не имеет основания. Иоанн знал это. Об этом он прежде всего проповедовал, это первое засвидетельствовал, говоря, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, назвал же Агнецом, провозвещая крест». Равные словами. Верующий грехи мира показал то же самое. Ведь не иначе, как только крестом совершено отъятие греха. О чем и Павел сказал, и рукописание, которое было против нас, взял от среды и пригвозил его ко кресту. Та же сказал, «Он будет крестить вас духом». Пророчествовало о том, что имело последовать по воскресении. Но говорят, Иоанн знал, что Христос воскреснет и даст святого духа. А что будет распят, того не знал. Но как же бы он воскрес, не пострадавший, не будучи распят? Чем же бы Иоанн был более пророка, если бы не знал того, что знали пророки? 3.98 Что Иоанн был больше пророка за свидетельство сам Христос. А что пророки знали о страданиях Христовым, известно всякому Исаии, говорил, как овса, ведь он был на заклане, как агнец, предстригущим его безгласен. А прежде этого свидетельство, говорит, и будет корень Иесеев, и восстанет владеть народами, и на него будут уповать язычники. Потом, говоря о страдании, и о славе за ним следующий пристав купил, и будет в покое его честь. Этот пророк предсказал не только о том, что Христос будет распят, но и с кем. И причем к беззаконникам, говорит он, к злодеям. Мало того, он предсказал даже и то, что Христос не будет оправдываться, когда говорит, он не отверзает ус своих, и что будет осужден несправедливо, когда продолжает во смирение его, суд его возьмется. А прежде Исаии, тоже Давыд говорит, описывает самое судилище такими словами. Напрасно метутся язычники, народа замышляет тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. В другом месте, говорит, даже я в образе распятия, пронзили руки мои и ноги мои. И со всей точностью изображает наглость воинов. Разделили, говорит, ризы мои и себе, и об одежде моей бросали жеребий. Еще в другом месте даже говорит, что подносили ему уксус, и дали ему в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Итак, пророки за столько лет описывают и судилища, и осуждения, и распятых с ним, и разделение одежд, и метание они жеребия, и весьма многое другое, что все перечислять теперь нет нужды, чтобы не продлить слово. А Иоанн, больше всех пророков, не знал всего этого. Возможно ли это? Почему же он не сказал, ты ли тот, кто сойдет в ад? Но говорит просто, ты ли, который должен прийти? Но это было бы еще смешнее прежнего. Говорят, Иоанн для того спрашивал об этом Иисуса, чтобы сошедший в ад, проповедовать о нем. Утверждающим это прилично сказать. Братья, не бывайте дети умом, на злое будьте младенцы. Только настоящая жизнь есть время для подвигов, а после смерти суд и наказание. В Ааде сказано, кто будет славить тебя? Салом 6.6. Чем же сокрушены врата медные и стертые? Запоры железные. Телом Христовым. Тогда именно в первый раз явилось тело бессмертным и разрушило владычество смерти. Впрочем, это показывает только, что им сила смерти разрушена, а не истреблены грехи умерших прежде пришествия его. В противном случае, если он освободил от гиены всех прежде умерших, то почему же и сказал отрать не будет земле Содомской и Гоморской? Этим дано разумеется, что и они, хотя легче, однако же будут наказаны. И хотя они здесь уже понесли крайние наказания, однако же это их не избавит. А если не избавит их, то они гораздо ли больше тех, которые здесь немало не пострадали. Итак, неправосудно, скажешь, поступлено жившими прежде пришествия Христова? Немало. Тогда можно было спастись и не исповедуя Христа. Не это от них требовалось, а то, чтобы они не служили идолам и знали истинного Бога. Господь Бог твой сказанный есть Господь изиный. Потому и маккавеи заслужили удивление. Так как все, что они не претерпели, претерпели за соблюдение закона. Та же и три отрока, и многие другие из иудеев, проводившие добродетельную жизнь и соблюдшие меру данного им познания, ни к чему более обязаны не были. Итак, тогда, как я уже сказал, для спасения довольно было знать одного Бога. Ныне же того недовольно, а нужно еще знать Христа. Потому Христос и говорил, если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а ныне не имеет извинения во грехе своем. Тоже он лежит сказать ей о делах. Тогда убийство губило совершившего его, а ныне губит и один гнев. Тогда прелюбодея, посягнувши на чужую жену, подвергался наказанию, а ныне наказывается из-за воззрения походливыми глазами. Как знание, так и добродетель ныне возведено на высшую степень. Итак, в Аде не было нужды в предтече. В противном же случае, если неверные по смерти могут обратиться к вере, спастись, то никто никогда не погибнет. Тогда все покоятся и поклонятся Христу. А что это истина, послушая Павла, который говорит, что всякий язык будет исповедовать и всякое колено поклонится небесных, земных и преисподних с Елипийцем 2.10. И что последний же враг уничтожится, упразднится, смерть. Но от этой покорности никакой не будет пользы, потому что она произойдет. Не от доброго произволения, но уже так сказать, от самой необходимости обстоятельств. Не станем же вводить таких бабьих учений и иудейских басен. Послушай, что говорит Павел о живших до Христа. Те, которые без закона согрешили, без закона и погибнут, осудятся. Рассуждает он о живших до закона. А те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. И говорит о всех живших после Моисея. Еще открывается гнев Божий с неба на всякой нечесть и неправду человеков. Ярость и гнев, скорбь и теснота всякому человеку, делающему из злой, во-первых, иудею, а потом и елену. И подлинно бесчисленное множество зол терпели тогда язычники. Это доказывает как языческая история, так и наши христианские писания. Кто, например, исчислит плачевные события с вавилонянами или египтянами, а что те, которые, хотя и не знали Христа, как жившие до пришествия его, во плоти, но удалялись идолопоклонства, поклонялись единому Богу и проводили добродетельную жизнь, будут наслаждаться всеми благами. Послушай, что об этом говорит Павел. Слава, честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, а потом и елену. Видишь ли, что таким людям за добрые дела уготованы великие награды, а делающим противное казни и мучения. Итак, где неверующие гиенни? Если жившие до пришествия Христова и не слышавшие ни об имени гиенны, ни о воскресенье, и здесь понесли наказание, и там еще будут наказаны, то насколько более постигнет казнь нас, скормленных обильным словом мудрости. Не согласны ли, скажешь с разумом, чтобы люди, согласны ли это, которые не слыхали даже о гиенне, вверены были в гиенну? Они могут ведь сказать, если бы ты угрожал нам гиенную, то мы бы больше боялись, жили бы воздержанно. Несомненно, разве нет? Они стали бы жить так, как живем теперь мы, которые ежедневно слышим, что говорят о гиенне, и нисколько не внимаем тому. Да и то нужно сказать, что кого не удерживает наказание, которое под ногами, того еще менее удержит наказание будущее. Людей предосудимы рассудительных и грубого нрава, то, что происходит у них на глазах и немедленно, обыкновенно уразумляет более, нежели то, что случится по прошествии долгого времени. Но скажешь, мы живем в большем страхе, и в этом отношении с язычниками не поступлено ли несправедливо? Немало. Во-первых, не те же подвиги предстоят нам, какие им, напротив, нам гораздо большее. А кто подъемнет большее труды, тому нужно иметь и большую помощь. А умножение страха помощь немалая. Если же мы преимуществуем перед ними в том, что знаем будущее, то они преимуществуют перед нами тем, что на них тотчас налагаются жестокие наказания. Но многие об этом рассуждают иначе. Именно говорят, что где же правда Божия, когда согрешающий в чем-либо здесь наказывается и здесь, и там? Угодно ли? Напомню вам собственные ваши слова, что вы более не делали труда нам, но сами себе дали решение. Многие у нас слыхали, как скоро узнают, что убийцы отрубили голову в суде. Негодуют на то и говорят так, этот злодей и изверх совершил до 30 или еще более убийств, а сам потерпел одну только смерть. Какая же тут правда? Итак, вы сами признаете, что одной смерти недостаточно для наказания. Почему же теперь держитесь противного мнения? Потому что произносите суд не о других, но о себе. Вот как самолюбие препятствует нам вникнуть в справедливость. Кто судит о других, разбирает все до точности. А когда произносим суд о себе, ослепляемся. Если бы о себе самих разобрали дело так же, как о других, то произнесли бы нелесоприятный приговор. И у нас есть грехи, заслуживающие не две, три, но тысячи смертей. И не говоря о прочих грехах, вспомним, сколько нас недостойно приобщается тайн, а причащаясь, если недостойно, повинны телу и крови Христовой. Итак, когда говоришь об убийце, примени это и к себе. Он убил человека, а ты повинен в убиении владыки. Он совершил убийство, не приобщаясь с тайн. А мы стали убийцами, вкушая священные трапезы. Что же сказать о тех, которые угрызают, снедают, отравляют ядом многих братьев? И что сказать о том, кто отнимает кусок у бедного? Если неподающие милостыни есть уже отнимающие, то тем более похищающие чужое. Сколь многих разбойников хуже корыстолюбцы. Сколь многих человекоубийц, сколь многих расхитителей гробниц хуже лихаимцы. Сколько таких, которые о грабе вжаждут еще крови. Нет, избавят этого Бог, говоришь ты. Теперь говоришь, нет. Скажи это тогда, когда будешь иметь врага. Тогда вспомни эти слова. Тогда покажи всю исправность жизни, чтобы и нас не постигло участь садомлян, и нам не подпасть казни гоморян, и нам не потерпеть зол постигших тюрян и седонян, и более всего, чтобы не оскорбить Христа, что всего тяжелее и ужаснее. Хотя многим гиенны и кажутся ужасные, но я никогда не перестану вопиять, что оскорбить Христа мучительнее и ужаснее самой гиенны. И вам советую прийти в то же чувство. Тогда мы гиенны избавимся и будем наслаждаться славою Христовою, которую досподобимся всем и получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему и слава, и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok